Добрый день, меня зовут Лебедик Эдуард и сегодня у нас вебинар посвящен технологии DeepSea, набору технологий для создания решений бизнес-аналитики. Итак, сначала несколько небольших определений, которые мы будем часто использовать в рамках сегодняшнего вебинара. Во-первых, это бизнес-интеллиженс или BI, бизнес-аналитика. Это методы и инструменты перевода необработанной информации в осмысленно-удобную форму. Обычно в вашей компании создаются много транзакционных данных. Это могут быть данные о продажах, о котировках, о существующих продуктах и их движении и так далее. Они наиболее детализированы и нормализованы для удобства SQL-запросов. Однако в том случае, когда необходимо проводить бизнес-анализ, в том числе получать какие-то агрегированные данные, такая технология хранения не отвечает всем потребностям. Технологии BI в таком случае обрабатывают большие объемы данных, чтобы найти стратегические возможности для бизнеса путем анализа агрегированных данных. ALAB – интерактивная аналитическая обработка – это технология обработки данных, которая заключается в подготовке агрегированной информации на основе существующих массивов транзакционных данных. Соответственно, ALAB – это решение класса Business Intelligence. В рамках ALAB мы создаем ALAB-кубы. Это структура данных, которые хранят ALAB-данные, которые в дальнейшем используются для анализа. И хранилище базы данных. Хранилище данных – это база данных, которая разработана и специально предназначена для хранения данных ALAB-кубов, и которые в дальнейшем используются данные в рамках бизнес-аналитики. Соответственно, что такое DPC? DPC – это технология для создания BI-решений, которая позволяет производить аналитику в реальном времени, не только на каком-то отдельном асинхронном раз, квартал, кубе, который строится, но прямо возможно как в данный момент или с минимальной задержкой. Я позже об этом расскажу. Соответственно, это осуществляется с помощью построения ALAB-кубов и хранилищ данных. Источником данных для DPC могут являться как КАШЕ, так и любая другая внешняя система. DPC поддерживает различные интерактивные визуализации данных, детализации данных и так далее. DPC можно расширить. Предоставляется расширение по анализу неструктурированных текстов, прогнозной аналитики, SQL. Кроме того, к любой части DPC можно получить доступ через API. Существует два API КАШЕ ObjectScript, которые позволяют из КАШЕ ObjectScript на приложении вызывать DPC и REST, которые позволяют получать доступ веб-приложениям к DPC. Классическая модель построения BI-решения состоит из нескольких этапов. Первоначально у нас существует одна или несколько OLTP-баз данных. И данные из них с помощью процесса, который называется ZTE Extract Transformation Load, переводят в форму удобную для анализа, для хранения данных для анализа, так скажем, Data Warehouse. И, соответственно, на основе хранилища Data Warehouse строятся кубы и витрины данных, которые уже затем анализируются. Соответственно, в рамках технологии InterSystems, этап ETL может выполнять InterSystems ансамбль. Но тут следует отметить, что InterSystems DPC также содержит ряд адаптеров для получения данных, однако ансамбль содержит гораздо больше адаптеров и, наверное, более удобен для подобного рода задач по интеграции именно выделению, преобразованию данных. В качестве базы данных используется InterSystems Cache и, соответственно, сам DPC предоставляет средства для построения OLAP кубов и анализу их данных. Итак, одно из ключевых преимуществ InterSystems DPC – это возможность создания реал-тайм аналитики. В том случае, если у вас есть не сильно загруженная LCP-система, какие-то ресурсы процессора и памяти простаивают, то прямо в том же сервере можно создать DPC-куб. И как только в вашей транзакционной системе обновляется факт, произошла, например, продажа или товар переместили со склада на скопот, этот факт сразу же поступает в OLAP куб, в аналитику и недоступен для дальнейшего анализа. Соответственно, хранилище данных происходит непосредственно рядом с LTP-базой. Синхронизация кубов происходит во время изменения данных. В том случае, если у вас нагруженная система, и можно тогда использовать в таких случаях асинхронное зеркало. Ну или синхронное зеркало тоже. Значит, асинхронное зеркало. И на нем задержка тоже минимальна. Можно поставить хоть одну минуту, соответственно. То есть, для всех практических задач это тоже почти real-time. Итак, еще раз хотелось бы сказать про архитектуру DPC. В ее основе лежит СОБДК-КОШЕ. На ее основе строятся OLAP кубы, которые хранят данные в InterSystems КОШЕ. К ЛАП кубам можно получать доступ с помощью сводных таблиц, пилотов. А уже данные сводных таблиц можно визуализировать в аналитических панелях. Это графики, это карты, индикаторы и так далее. Кроме того, к каждому из этих элементов, ЛАП кубы, сводные таблицы, аналитические панели, предоставляются КОШЕ.ОБЖИКСКРИПТ.АПИ и РЕСТ.АПИ. Соответственно, внешние приложения могут получать доступ к любому из элементов DPC по одному из этих двух АПИ. РЕСТ.АПИ это достаточно классическая РЕСТ.АПИ, предоставляющая доступ к данным. А КОШЕ.ОБЖИКСКРИП.АПИ, в первую очередь, это возможность выполнять MDX-запросы получать результат-сеты, аналогичные с QL, результат-сетан. А также много еще других методов работы с кубами, Dashboard и так далее. Соответственно, вы решили построить DPC решение. Что вам нужно для этого сделать? В рамках данного вебинара мы построим одно, правда, небольшое, но полноценное DPC решение. Значит, первым делом нам нужно получить данные какие-то. Ну, вот этот этап достаточно такой. Это транзакционная система, то есть в ней должны быть накоплены какие-то данные, которые мы хотим анализировать. Следующим этапом становится построение куба. И, соответственно, куб это структура, разреженная хранение данных, удобная для анализа формы. Мы сейчас подробно рассмотрим построение куба и ключевые его элементы. Дальше куб, собственно, строится, наполняется данными и строятся сводные таблицы, и затем они визуализируются. Источником данных для куба является таблица фактов. Таблица фактов – это неагрегированные данные о массовой неагрегированной данной, о чем-либо. Это может быть, как я уже говорил, продажи, какие-то транзакции, котировки и так далее. Причем эта таблица фактов может быть связана с другими таблицами. Например, если у нас есть информация о продажах, то, например, у нас она связана с магазином. Это другая таблица, которая хранит информацию о магазине. И еще она, например, может быть связана с таблицей товаров, в которых хранит информацию о товарах. Значит, есть две схемы звезда и снежинка. В случае звезды только один уровень вложенности. В случае снежинки, сколько угодно уровней вложенности, дипси поддерживает схему снежинка. Соответственно, вы можете ссылаться в вашем кубе на таблицу фактов и на все связанные с ней другие таблицы. Для обстановления кубов используется дипси архитект. И давайте, собственно, построим куб. Вот, соответственно, у нас есть класс транзакций. Это продажи неких товаров. Есть несколько товаров и есть несколько магазинов, в которых они продаются. Ну, вот можно посмотреть на таблицу фактов у нас. Мы считаем, что каждую продажу продается только один продукт в рамках одного магазина. Ну, в какую-то дату. Вот у нас, например, 10 второго продукта. Сейчас посмотрим, что это в четвертом магазине. Ну, соответственно, по средней цене 1220. Вот, если мы посмотрим таблицу продуктов. Мы видим, что тут есть три продукта. И если мы посмотрим на таблицу товаров, на таблицу магазинов, то мы увидим вот пять магазинов. Это наша исходная, соответственно, таблица. Вот она называется таблицей фактов. И она связана с двумя другими таблицами. Это магазин и продукт. Перейдем в дипси архитект. Это часть портала управления системой. В дипси архитект. Создадим новый куб, который назовем вебинар. Соответственно, исходным источником данных для данного куба является класс. Также это может быть в другой куб. В этом я расскажу поподробнее позже. Вся информация о кубе хранится также в классе. Так, вот мы создали куб. И вот мы сразу видим наш класс. Вебинар транзакшн, который хранит транзакции. А также вот они, классы, которые с ним связаны. Они так вот. Показываются. И, значит, ключевыми элементами куба являются измерения, показатели и листинги. Начнем с измерения. Измерения это такие свойства таблицы фактов, которые качественно характеризуют запись таблицы фактов. Добавим продукт. Возьмем продукта и добавим его к измерениям. Соответственно, изменим именно продукт. Аналогично добавим измерения магазин. Далее у нас измерения могут быть многоуровневыми. Например, у нас есть дата продажи. Однако она... Мы хотим три уровня. Первым уровнем будет год, вторым месяцем и третьим день. Так как в таблице... Ну, в исходном классе каши это тип этого поля процент дэйт, то мы можем... То при создании подобного измерения автоматически происходит создание временного измерения, в котором мы получаем возможность взять какую-то часть даты. Ну, в данном случае год, месяц и день. Так. Создали. Показатели это такие свойства кубок, которые характеризуют запись таблицы фактов количественно. Например, общая сумма продажа, средняя цена и количество штук проданных. Значит, для измерения выбирается агрегат, который используется при их дальнейшем... При их дальнейшей выдаче. Ну, вот по умолчанию агрегат это сумма. Для средней цены, например, возьмем средней. Вот. Собственно, это и все. А, и еще, да, точно, листинги. Как правило, при работе с кубом мы смотрим на какой-то срез агрегированный, тем не менее, данных. Однако нам иногда может понадобиться получить информацию о первичных данных. То есть, какие факты из таблицы фактов вошли в этот агрегированный срез. Для этого служат листинги. Листинги – это, ну, попросту набор полей исходного класса и таблиц фактов и связанных с ним, которые будут показываться для какой-либо выборки. То есть, это список полей исходных данных, которые будут показываться при переходе от агрегированной к исходной информации. Куб мы сохраняем, компилируем и строим. То есть, наполняем данными. Готово. Итак, вот у нас куб построен. И дальше мы можем его анализировать. Для этого существует веб-приложение Analyzer. Так, подгрузился куб наш построенный. Ну, например, вот посмотрим на магазины. И, например, по годам. Вот пересечение по умолчанию, если у нас не выбран какой-то показатель, показывается количество фактов. В том случае, если мы выбираем показатель, например, сумма продаж, ну, будет, соответственно, показана сумма продаж. Может быть, больше, чем один показатель. Например, количество штук проданных. Тогда вот выводится два показателя. А если мы, ну, можем убрать, например, магазин, добавить продукт и посмотреть на среднюю цену, как она менялась по годам. Можно добавить фильтр. Например, вот так, погоду. И так далее. Этот Analyzer это веб-приложение, которое позволяет проводить быстрый и непосредственный анализ. Значит, дальше возможности еще, например, детализация данных. Соответственно, от первого уровня иерархии на годы мы можем перейти к месяцам, далее к дням. А также мы можем посмотреть, например, на исходные данные. Это листинг. Это список фактов, которые вошли. Ну, в данном случае, шесть фактов. Там, в данном случае, шесть записей, получается. Это, вот здесь мы можем посмотреть исходные факты, которые используются для создания вот этого среза куба. Итак, вернемся надолго к презентации. Соответственно, мы построили куб, используя DPSI-архитект. Источником данных для него может быть как каше, так и DBSI, GDBSI и веб-сервисы. Ключевые элементы кубов это измерения, которые характеризуют факты из таблиц фактов качественно, показатели, которые характеризуют факты количественно, и списки данных, которые являются списками полей, которые выводятся при демонстрации исходных данных. Кубы могут быть составными, а также кубы могут фильтроваться для создания витрин данных. Ну вот, мы построили куб один раз. Однако, нужно держать его актуальным. Это очень актуальная задача. И в InterSystems DPSI есть синхронизация кубов. Это загрузка новых измененных данных. И полное построение кубов. Это когда полная загрузка данных происходит. А также есть специальный инструмент куб-регистри, в котором задается расписание обновления данных. И оно после этого выполняется. Соответственно, задается периодичность, с которой куб строится, с которой он синхронизируется. Это все запускается. И после этого куб в автоматическом режиме поддерживается в актуальном состоянии. Но в данном случае видно, что все кубы раз в день, ночью в данном случае перестраиваются, и раз в час синхронизируются. Синхронизируется. Синхронизация соответственно добавление новых измененных данных. Но тут максимальная задержка куба. Это соответственно 1 час от актуальных данных. Но можно достичь и полного реал-тайм поведения. Это тоже вполне возможно. Но тут в данном случае 1 час вполне достаточно. И используется такой вариант синхронизации. Соответственно, DPC Analyzer это веб-приложение, которое позволяет строить MDX-запросы. MDX это Multi-Dimensional Expressions, аналог языка SQL для многомерных кубов данных. Результатом работы DPC Analyzer является сводная таблица. И она является источником данных для виджетов. При анализе данных мы можем использовать как детализацию данных, так и переходить от агрегированных к исходным данным. Следующим шагом после того, как мы создали аналитические панели, является их доставка до пользователя. Соответственно, это визуализация. Она используется, визуализация состоит из виджетов. Виджет это минимальный элемент визуализации. Это график, это карта, это индикаторная панель. Виджеты объединяются в дэшборды, которые содержат какую-то некую одну логическую небольшую область. Соответственно, графики и диаграммы. Кроме того, вся информация, которая у нас получена в данном этапе, доступна по DPC IP и DPC REST IP. Соответственно, можно напрямую из веб-приложения своего собственного, вызывать DPC и получать необходимый срез данных. Ну вот типичные примеры дэшборда в DPC. Это мы рекомендуем 4-5, может быть, виджетов на дэшборд. Как правило, это таблица, это drilldown, может быть, гистограмма, time chart. То есть рекомендуется держать количество виджетов в рамках одного дэшборда очень ограничено, потому что, чтобы концентрировать внимание пользователя на минимальном количестве каких-то лишних деталей. Вот вариант визуализации DPC на карте. Тоже доступна детализация данных. То есть если мы нажимаем на область, это Самарская область, то мы переходим на районы, дальше мы можем переходить на города и так далее. То есть полностью переходить от какого-то верхнего уровня к нижнему. Аналогично таблицам и другим элементам DPC. Значит, стандартный портал пользователя DPC доступен, а также есть несколько частных визуализаций портала пользователя DPC. Одним из них является DPC Web. Это веб-приложение на AngularJS и HighCharts. Это альтернативная визуализация, которая получает данные через REST. Возможна кастомизация. Это также, кроме того, это встраиваемое решение с помощью iFrame. А также это Reference Implementation для создания вашего собственного DPC портала пользователя. Сейчас мы все это подробно посмотрим. И DPC Mobile. Это мобильное приложение на iPhone, iPad, Android и Windows Phone для воспроизведения мобильных дешбордов. Соответственно, для DPC Web и для DPC Mobile. Те дешборды, которые вы создали для портала пользователя DPC, они воспроизводятся без какого-то дополнительного программирования. Ну, посмотрим давайте на портал пользователя. Итак, мы создали сводную таблицу, напомню. Вот она. По годам, соответственно, ну давайте, например, общие продажи товаров по годам. Мы ее сохраним в карте. И вот. И после этого визуализируем ее в портале. Вот портал пользователя DPC. Это область samples. В ней есть большое число дешбордов, доступных изначально при установке каше. А вот наш портал, наша область, тут еще ничего нет. Добавим дешборд. И в него добавим виджет. Это будет, например, график. Используем наш дата-сорс, это пилот. Создадим. И, собственно, вот. Мы видим продукты. И по годам мы видим продажи продуктов. Посмотрим на DPC. Как он визуализирует этот портал. Соответственно, у нас есть один дешборд. И вот у нас есть, собственно, тот же самый график, только отрисованный с помощью Angular и High Charts. А если мы посмотрим на область samples, то вот у нас те же самые дешборды. Посмотрим на виджет-экзамплс. Тут есть All Charts. Это пример ключевых виджетов, доступных в DPC. Соответственно, вот здесь есть Time Chart, Area Chart. Ну, все ключевые типы визуализации данных тут представлены. Это, соответственно, DPC Web. Параллельно данному вебинару выпущена статья на Хабре, в которой подробно описан процесс создания решений DPC, в том числе и с визуализацией, с использованием DPC Web. Продолжим. А далее хотелось бы рассказать о дополнительных возможностях DPC. анализ неструктурированных данных это очень полезная возможность, которая позволяет использовать существующие в вашей организации неструктурированные данные. Например, это отзывы пользователей. На самом деле, это наиболее ключевой use case. Это отзывы, ходатайства и так далее пользователей в различных их видах. С помощью технологии InterSystems I Know можно получить информацию о концептах. Это слова или словосочетания, которые являются действующими, но являются важными в исходном тексте и выделяются как концепты, так и отношения между ними. Есть поддержка многих языков. Английский, русский, немецкий, украинский, французский и еще многих других. Соответственно, мы можем строить измерения на основе автоматически выделенной информации из неструктурированного текста. Кроме того, есть возможность прогнозной аналитики. Прогнозная аналитика – это модель, описывающая зависимость между данными с историческими и текущими значениями для прогноза значений данных в будущих периодах. Это инструменты статистики, машинного обучения и дата майнинг, основанная на вероятностных моделях и дополняющих гипсин. Есть стандарт. Ну, соответственно, для создания прогнозной модели собираются данные, стандартизируются, строится прогнозная модель вне дипси, однако уже построенная модель может применяться в дипси для прогноза фактов будущих периодов. Следующие типы моделей – это нейронные сети, индезинтересно-регрессионные модели, деревья решения, методопорных, кластерный анализ. Для анализов не структурированного текста используйте I know. Еще несколько примеров хотелось бы показать. Например, вот у нас сейчас будет карта. Карта, карта. Сейчас загрузится. Карта автоматически централизуется к выбранному участку. Кроме того, есть детализация данных на этом карте. Сейчас мы провалимся. Это вид штатов. А сейчас мы перейдем на вид countries. Ну, это, соответственно, данные в давних выборах. Вот. И для не структурированного текста это, например, вот у нас есть форум Community InterSystems.com, где инженеры, архитекторы со всего мира, работающие с технологиями InterSystems, обмениваются опытом. Рекомендую его посетить. Соответственно, когда мы нажимаем, это ключевые концепты, которые встречаются в постах и ответах на вопросы в рамках форума Community. Например, возьмем Application. И автоматически показывается список статей, которые содержат этот концепт. У нас было Applications. Концепт. Ну и, соответственно, да, сразу видно Deploying Applications, но прямо в названии с использованием Installer. Хотелось бы подвести итоги. Соответственно, возможности InterSystems DeepC это технология создания BI-решений, которая позволяет создавать аналитику в реальном времени, строить лапку бы и хранилище данных. Источником данных для DeepC может быть как каши, так и любая другая внешняя система GBC, ADBC, веб-сервисы. Существуют возможности по интерактивной визуализации данных и ряд расширений, таких как анализ на структуре текстах, прогнозная аналитика, SQL и многое другое. Кроме того, одним из ключевых преимуществ DeepC является доступ ко всему через API, два API, Cache Object Script и REST, то есть к лапку BAM с вводным таблицем и аналитическим панелям, а также к выполнению DIG-запроса предоставляется доступ по REST интерфейсу и через Cache Object Script, что позволяет в ваших внешних приложениях использовать все возможности DeepC абсолютно прозрачно и наиболее эффективно. Кроме того, есть ряд визуализаций уже готовых, которые могут быть как использованы в ZES, так и встроены в ваше приложение. Это все, о чем мне хотелось бы сегодня рассказать. Благодарю за внимание. И вот несколько ссылок. Еще раз хочу напомнить, что параллельно данному вебинару вышла статья на Хабри, которая подробно описывает процесс создания куба, но может быть в каких-то деталях более подробно рассказывает о возможностях создания кубов DeepC, возможностях визуализации, ну и несколько других ссылок, которые описывают DeepC, и ссылки на GitHub, где представлен ряд open-source решений, использующих DeepC в разных вариантах. Это карты, это частные REST API, это пример визуализации порталах пользователя DeepC. Спасибо за внимание.